Лучшая молодая семья России живет в Ненинском округе. В этом году во всероссийском конкурсе «Семья года» победу в одной из номинаций с достоинством одержали наши земляки. Съемочная группа телеканала «Север» решила узнать, в чем же секрет по-настоящему крепких уз. Семьи опаренных записи концертов пересматривают не только ради удовольствия. По ним можно проследить профессиональный рост и взросление каждого члена этой дружной и творческой семьи. А опаренных знают в нашем городе не понаслышке, а не на виду. Молодые, творческие, полные энергии. Собственно, именно творчество стало лейтмотивом отношений в этой семье. В 2004 году Маргарита и Денис познакомились на репетициях театральной постановки ко Дню Победы на сцене. Любви с первого взгляда не случилось, однако уже тогда именно творчество связало этих красивых и молодых людей. Совместная любовь к хореографии и общие номера на концертах, участие в народном ансамбле «Родные напевы». Уважение к своим историческим корням и культуре народа у Читы опаренных было одно на двоих. А с рождением дочерей Ксении и Виталины стало семейным. Девочки такие же творческие натуры, и выступление на сцене для них не в диковинку. Как признаются супруги, искусство для них – это жизнь. Его можно найти даже в рутине быта. «Творчество, хобби везде во всем. Где-то ремонт сами делаем, что-то придумываем, где-то двор украшаем. В прошлом году выиграли в номинации «Новогодний двор», что-то такое было. Украшали, тоже взяли второе место, по-моему. Поэтому как-то оно во всем, видимо, это передается». Предложение поучаствовать во всероссийском конкурсе «Семья года» поступало несколько лет. Но лишь в этом году Маргарита и Денис решились. И получилось. Семья стала одной из лучших в стране среди порядка трех тысяч участников, выиграв номинации «Молодая семья». Казалось бы, творчество, которое занимает так много времени, должно мешать остальным занятиям, например, учебе в школе. Но нет. Старшая дочь Ксения, учащаяся кадетского класса четвертой школы, на протяжении всех пяти лет учебы – круглая отличница. При этом танцует в образцовом детском хореографическом коллективе «Морошки» и поет в кадетском хоре. Не отстает от старшей сестры и младшая Виталина, участница детской студии эстрадной песни «Солнечный зайчик». У меня танцы, плавание и пение. То есть ты… А кем ты хочешь стать в будущем, когда вырастешь? Кондитером. Кондитером? А почему именно кондитером? Потому что я люблю сладкое. Вечерами семья встречается на репетициях и на отчетных концертах. С уверенностью заявляют – их дом – сцена. На просьбу поделиться секретом таких крепких отношений признаются, что все истины прописные. Да на самом деле, наверное, нет секретов. Просто мы вот как семья, мы как одна дружная большая команда. То есть мы все друг за друга. Слушать друг друга. Да, слушать друг друга – это, наверное, самое главное. И разговаривать. Иначе просто начнутся какие-то мелкие недомовки. Это будет все перерастать в что-то такое не очень приятное. Поэтому самое главное – общение. Все. В октябре 2019 года семья отправится в Москву, где в Государственном Кремлевском дворце пройдет торжественная церемония награждения победителей конкурса. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова